Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом Иллижей Александр, и готовы ли вы увидеть суд, величайший и самый справедливый, который когда-либо существовал? Если да, то мы с вами продолжаем проходить игру V The Revolution. А если вам понравится этот ролик, вы всегда можете поддержать меня с помощью лайка. А я продолжаю. Один из нас. Изменит ли что-то такая торжественная демонстрация, когда отчаявшийся человек решит бросить в общественного деятеля камень за соблюдение законов? Вспомнит ли он свое участие в этом марше? Будет ли голодающий человек сыт памятью о Жаке Гиоме Симона, мэри Этампа? Я предпочту в этот момент находиться подальше, чтобы не пришлось проверять. Короче, на улицах начались какие-то демонстрации, надеюсь, я в этом никак не виноват, я просто судья, я просто хочу выносить вердикты. Твой сын отлично владеет скрипкой. У него хватает и таланта, и энтузиазма. Жак Луи Давид, ты кто? Я бы предпочел, чтобы этот энтузиазм он тратил на книжки о праве, которые я ему дал. Может, ему предписано стать человеком искусства, а не закона? Видимо, какой-то друган мой. Мама любит, когда я играю. Нет ничего скучнее, чем изучать право. Видишь, он хочет, чтобы его карьера зависела от настроения публики. Францию можно спасать по-разному. Поверь, наша страна отчаянно нуждается в чем-то, что может ее облагородить. Власть находится в руках простых неграмотных людей. Пусть спасает их души своей музыкой. Это в сто раз лучше, чем забурить законы и параграфы. Видишь, ты мне ребенка испортишь. Своих портить не могу, поэтому сосредоточился на твоих. Ну ты и животное, чел. Иди вообще домой, зачем ты тут сидишь возле меня, куришь свою трубку? Раз уж ты заговорил... Нет, 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 я ни о чем не говорил. Дай ему по морде, а. А, так это дед мой. Блин. Так, игры с детьми, вечер с дедушкой. Провести вечер с дедушкой. Или сходить на демонстрацию, может быть. Тогда у моего сына поднимется немножечко настроение. Давайте пойдем на демонстрацию. Надеюсь, это никак не отразится на моей карьере судье. Не хотелось бы. Я просто стараюсь ради своей семьи. Опачка, ничего себе. Младший сын тоже это Мурат. Он тоже хочет хлеба и зрелищ видеть, как на площадях вздергивают провинившихся. Весь в меня. Вот наш новый символ свободы. Все еще пахнет свежей древесиной. Чувствуешь себя свободным? Символ нужен Франции, а не таким, как мы. Слышал новость дня? Люди бегают, как безголовые курицы, и кричат, что Людовик и его свита сбежали из Парижа. Значит, недолго нам наслаждаться запахом свежей древесины. Подомные памятники не воздвигают, только ради того, чтобы казнить воришек или мелких аристократов. Думаешь, Гильоттина хочет отведать королевской крови? Побег Людовика был дурацкой затеей, но, похоже, он был запланирован. Кому-то из нас придется привести его в жертву, если его поймают. Так, для этого Луи Капет приходил к нам в суд? Чтобы нами манипулировать? Может быть, глубоко в душе он чувствовал то же, что и создатели Гильоттины. Что кого-то нужно назвать предателем, даже если предателей нет. Так, друзья, я немного начинаю путаться в именах, фамилиях и вообще в том, как выглядят персонажи. Они очень друг на друга порой похожи. Как будто бы вот этот Антуан был у меня вчера вечером. Охренеть, но этот же был не он. Бонжур, гражданин Фидель. Я Антуан Контен Фукье Детенвиль. Вот как его можно запомнить. Общественный обвинитель. Начиная с сегодняшнего дня, я буду присутствовать на каждом слушании трибунала. Должен предупредить вас, что я не приемлю компромиссов. Тем не менее, я надеюсь, что мы найдем общий язык. Кстати, у меня для вас благая весть. Гильотину достроили. Возможно, мы воспользуемся ей уже сегодня. Окей, теперь я реально буду выносить смертный приговор? Да, мы ее видели. Измена! Король скрылся! Любой обладающий информацией о его местонахождении обязан немедленно поставить в известность властей. Робеспьер. Ну, хотя бы я понимаю, кто такой Робеспьер. Итак, у нас есть подозреваемый и у нас есть обвинитель. Вот он справа. Подозреваемый по центру. Так, смертный приговор хотят люди. Лишение свободы будет нейтральным решением. Оправдательные оценят революционеры. Ну что ж, сначала стоит разобраться вообще в деле. Так. Составил Рафаэль Шалапен. Подсудимый Люсьен Бланшо, житель улицы Миле в секции Гравилье. Гражданин Бланшо владеет несколькими продуктовыми лавками. Мы получили множество жалоб касаемо его нечестных методов ведения торговли. В том числе насчет продажи испорченных фруктов, ценовой спекуляции и нарушения закона о максимуме цен. Но мне уже кажется, что за нарушение торговли и из-за испорченных фруктов нельзя человека отправлять на гильотину. Это совсем жестко, но посмотрим, какие обстоятельства будут дальше. Месье Бланшо отрицает все обвинения, но проведенная мной проверка лавок подтвердила как минимум некоторые из них. Он утверждает, что цены оказались завышены из-за ошибок продавцов, а от испорченных овощей и фруктов планировали избавиться в день инспекции. Следует отметить, что когда инспекторы указали на выявленные нарушения, Бланшо немедленно сделал работникам выговор и с готовностью приступил к устранению нарушений. То есть он переложил со здорового на больного. Он обвинил своих работников. Что ж, может быть они реально виноваты. Люсьен Бланшо. Молодой торговец. Ярый сторонник якобинцев. По его словам, имеет связи с Маратом и Робеспьером. Ну, Робеспьер вроде крутой чувак. Не стоит сражаться с его соратниками, наверное. Возможно, в этом есть доля истины, учитывая, что ему до сих пор удавалось избегать ответственности за свои нарушения. Первая свидетельница. Он продал мне прогнившие яблоки. Он прикрыл их сверху свежими, чтобы я не заметила. Вторая свидетельница. Моего мужа два дня тошнило после того, как он поел сельдерея, купленного у этого мошенника. Короче, чувак торгует просроченными фруктами. Спекуляцией цен занимается. Но обвиняет во всем своих подчиненных. Посмотрим. Такс. Ну, по-по-по-по. Ошибки работников. Что это может быть? Смягчающие обстоятельства, наверное. Что он, типа, не виноват. Виноваты работники. Ну, это звучит как смягчающее обстоятельство, правда? Как обвинение? Ну, вряд ли его можно в этом обвинить. Ладно. Связи подсудимого. Личность ответчика. Тоже не понимаю. Отравление покупателя. Это может быть обвинением. Давайте. Да. Первый вопрос открыт. Это хорошо. Гнилые яблоки. Это тоже обвинение. Его обвиняют в гнилых фруктах. Вы попались в ловушку. Ну, я вроде как бы... Ладно, это было логично, но... Это была ловушка. Меня обманули. Хорошо. Ошибки работников. Но это смягчающие обстоятельства. Что это не он виноват, работники? Пробую. Отлично. Вопрос открыт. Повезло. Связи подсудимого. Жалобы покупателей. Максимум цен. Улики. Улик же нету, да? Вроде. Давайте попробуем связи подсудимого и контрреволюция. Либо личность ответчика. Неверная связь. Личность ответчика. Хорошо. Повезло. Остаются жалобы и максимум цен. Ну, жалобы это... Вряд ли это может быть контрреволюция. И максимум цен может быть уликой. Отлично. Также это может быть контрреволюцией. Он пытается отравить революционеров. Или обмануть их на деньги. Блин, ошибок я больше не могу допустить. А вопроса еще целых два. Так, хочу перепроверить. Подсудимый, Люсьен Бланшо, житель улицы. Ага, владеет несколькими. Мы получили множество жалоб, касаемо его... Ну, в принципе... Так, у него морковка упала. Прошу вас представиться. Люсьен Бланшо. Род деятельности. В данный момент торговец. По совместительству временно заключенный. Вы обвиняетесь в спекуляции и нарушении закона о максимуме цен и продаже испорченных продуктов. Только и всего? Прошу суд добавить в список обвинений умышленное причинение вреда здоровью парижан путем отравления. Отравление? От несвежих овощей еще никто не умирал. Тем самым вы признаетесь в остальных обвинениях? Я честный предприниматель, и я не позволю этим поклепам навредить моей торговле. Так, хорошо. Я хочу добиться... Добиться жалобы покупателей. Обвинение. Это, да, неверная связь. Контрреволюция? Ну это ж... Как это может быть связано? Ну это связано реально. Офигеть, и обвинение. Ладно, все вопросы были открыты. Как цены связаны с контрреволюцией? Не знаю. Ну, начнем по порядку. Вы признаетесь в том, что продавали испорченные фрукты и овощи? Инспекция уже высказывалась на этот счет. Незачем снова все это повторять. Отвечайте на вопрос. И да, и нет. Да, потому что я признаю, что подобное происходило в моих лавках. И нет, потому что в этом нет моей вины. Чья же в этом вина, по-вашему? Я не могу нести ответственность за то, что природа не сделала все яблоки равными. Яблоки не граждане Франции. Справедливо. Он умеет уворачиваться, да? Но вы владелец этих лавок, и вы несете ответственность за то, что продаете в них. Справедливо. Можно обвинить работников, но он же не уследил. Значит, это его ошибка в первую очередь. Рыба гниет с головы, как говорится. Я никого не принуждаю покупать у меня что-либо. Хотите сказать, что ваши клиенты сознательно покупали испорченную еду? Вас купят черную, как смоль морковь, если вы сбросите цену на несколько су. Но при этом ждут, что на вкус она будет такой же, как будто только что с грядки. В темницу его за эти издевательства! Справедливо. Но пока никто не требует, чтобы я лишил его головы. Он, конечно, ведет себя, как напыщенное животное, но на самом деле... Ну, в принципе, да. Ладненько, вы знаете, что от вашей еды покупателям становилось плохо. Если кто-то сможет доказать, что это произошло с ним после употребления моих товаров, я с радостью возмещу им расходы на лечение или похороны. Я жду вперед. Ах ты, сволочь. Съешь эту блесень сам, вот и получишь свои доказательства. Позвольте мне напомнить обвиняемому, что мы учитываем свидетельские показания. Он продавал еду! Не еду, а дерьмо! Показания завистников, которые на все пойдут, лишь бы навредить успешному человеку. Прекрасные доказательства. Так, ну, люди пока требуют его заключения. Перейдем к несоблюдению максимума цен. Прежде чем месье судья спросит, позвольте мне кое-что прояснить. У меня никогда не было намерений превышать максимум цен. Я нахожу подобные обвинения предвзятыми и несправедливыми. Протестую! Вы скорректировали цены только после появления инспекции. Кстати, это действительно так. Когда он начал обсираться, пугаться, в итоге... Да? Да, 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 кстати. Это... Это четкая мысль, Антуан. Подобные ему должны гнить в тюрьме! Месье, инспектор, выписал внушительный штраф, который я незамедлительно оплатил. Я уже понес должную ответственность за свою невнимательность. Штраф заплатил и снова будет продавать гнилые помидоры! Но, блин, ну, 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 реально ведь. Посмотрите на его харю, так и хочется его засадить. Но так же нельзя, надо быть справедливым. Похоже, ваши работники слишком часто ошибаются. Я бы работал в одиночку, если бы мог. Но это импосибль. Невозможно. В целом, Парижа не нашлось никого достаточно компетентного. Вы настолько невысокого мнения о согражданах? По правде говоря, большинство людей болваны. Иначе мне не пришлось бы защищать себя в суде. Ой, грубить в суде. Судье Сану не стоит, братан. Ты прямо ходишь по льдезвью очень острому и очень тонкому. Вот-вот твои ноги разойдутся по сторонам, и ты просто... Ть-ха-а-а! Ть-ха-а! Вот что с тобой будет. Вы не пробовали просто лучше учить подчиненных ведению дел? Я владелец бокалейных лавок, а не церковно-приходской школы для слаборазвитых. Опять оскорбление! Вы можете объяснить, почему на вас годами жаловалось множество людей? Но лишь сейчас дело дошло до суда. Возможно, потому что большинство этих жалоб было не более чем голословными обвинениями от завистливых неудачников. Вы так уверены, что Марат и Робеспьер вас защитят? Я уверен, что меня защитит закон, правосудие на моей стороне. Что навело вас на эту мысль? Закон должен стоять на стороне безвинно преследуемых. Он должен защищать страдающих и обиженных. Попрошу закончить мысль поскорее. Это не собрание национального конвента. Кто-нибудь что-нибудь понял? Нет? Нет, нифига! Прошу простить меня, моя душа молит о таком вердикте, чтобы упомянутым вами детелям Марату и Робеспьеру не пришлось вершить правосудие надо мной. Так, ну, все равно пока присяжные склоняются в сторону заключения. Мы тщательно изучили бухгалтерские записи и обнаружили, что вы систематически не соблюдали максимум цен. Вы будете отрицать свою вину? Эти записи ведутся простыми людьми, которые способны совершать ошибки. Я обязательно их изучу и сделаю строжайшие выговоры. Опять, да? Опять он перекладывает вину на своих подчиненных. А ты чем тогда занимаешься? Кого ты берешь на работу? Почему ты не следишь за тем, чтобы они выполняли свою работу грамотно? И я не думаю, что такой человек, как этот Люсьен, стал бы держать некомпетентного работника с его высокомерием, наглостью да напыщенностью. Я ему не верю. Я ему не верю. Гражданин Бланшо, напомню вам, что вы не в администрации, а в суде. Эти записи в их текущем виде являются уликами для обвинения. Но это простые бухгалтерские ошибки. Допустим, кто-то не в том месте написал ноль или поставил запятую. Все это объяснимо. В конце концов, мы же все друзья Франции. Ведь так? Гражданин Робеспьер уверил меня, что это так. А гражданин Робеспьер уверил вас заодно в том, что вы можете безнаказанно подделывать записи? Конечно же нет. Тогда почему вы назвали его имя? Я... Робеспьер не прислуживает всяким торгашам. Тишина, или я остановлю процесс. Судья тоже мог быть подкуплен. Нет, судья у нас не подкуплен. У нас самый честный судья в мире. Ни одной претензии ко мне нету. Так, рисунок вашего сына. Ха-ха, тигр, здорово. Прикольный, да? Только у него нос какой-то жесткий. Так, хорошее отношение с младшим. Младший сын вас обожает, как в старые добрые времена. Ах, это приятно. Ну, события различные. Это мы видели, да? Один из нас. Хорошо. Но тут ничего полезного для хода процесса, в общем-то, нету. Да, в этой книге. Протокол. Ну, протокол. Я и так все помню. Ну, что, друзья. Какие мы сделаем выводы? Это наглое, мерзкое, самодовольное существо. С мерзкой улыбкой на лице, обвиняющее во всех своих ошибках своих подданных. Да, можно допустить один раз ошибку, два раза ошибку, но когда на тебя постоянно доносят, жалуются, постоянно у тебя находят гнилые овощи и фрукты, и ты их пытаешься продать и скрыть под свежими, это систематические нарушения. Можно было бы простить одно нарушение, но сразу несколько, нет. И вердикт. Мнение присяжных. Люди хотят тюремное заключение. И я приговоряю его, приговоряю, приговариваю его к лишению свободы. Смертная казнь это слишком за испорченные фрукты. А вот лишение свободы, я думаю, то, что нужно. Ну, оправдательный приговор явно он не заслуживает. Тут лишение свободы по-любому. Подпись. Что он теперь скажет, интересно мне знать. Так, книга. Ты чё, э? Книга. Закройся, эй! Чё, чё, чё? А! Подпись в судье. Чё от меня хотят? А! Отчёт! Блин, раньше я этого не делал, офигеть. Подсудимый сознался в преступлении? Нет. О, хотя, блин, он говорил, что да, я совершаю ошибки, но это виноват не я. Не сознался. Его действия носили контрреволюционный характер. Да, 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 революция происходит во имя свободы, равенства, справедливости. Он манипулировал ценами, он обманывал обычных граждан, поэтому... Да, пускай и носят контрреволюционный, хотя в таких вещах я могу не разбираться. К кому подсудимый относит себя с политической точки зрения? К якобинцам, насколько я помню. Ну, я не понимаю, кто такие якобинцы, так что извините. Гражданин Люсьен Бланшо приговаривается к заключению. Уведите осужденного. Хе-хе-хе. Че, где твоя улыбка? Посмотрим, как быстро он сам потухнет в темнице. У меня влиятельные друзья, меня освободят в считанные дни. Вы же с другой стороны. Ах, видите, пугает меня друзьями влиятельными, короче, все ясно. Виноват, чувак, виноват. Хорошая работа, смотрите-ка. Прям отлично. Офигенное заседание. Все сделано успешно, косяков не было допущено. Нормально. Очки влияния увеличились. Простой люд больше меня любит, а революционеры меньше. Ну и ладно. Ничего страшного. Дальше. Хе-хе-хе. Я доволен, я доволен своей работой. Чиновник. В связи с учреждением революционного трибунала нам понадобится официальная печать. Мне сказали обратиться к вам, гражданин, поскольку президент ДВЕ недееспособен. Сколько он выпил? Как ни прискорбно, он не смог уточнить. Приступим. Создайте свою печать. Неплохо. Мне нравится такая. Украшение пускай будет. Такое. Эмболема. Ну вообще петух, да, это как бы национальный символ Франции. Петух отважный, смелый, храбрый и все такое. Ну я не знаю. Сова. Это Артемида какая-нибудь, да? Или это Фемида вообще? Не знаю. Часы, ключи, перо. Во! Во! Вот она, Фемида с мечом, чтобы карать виновных с весами, чтобы взвешивать все за и против. Яна слепа, чтобы не быть предвзятой к решениям. Все. Мне нравится вот такая эмблема. Да, это будет наша покровительница. Мне жаль, что пришлось побеспокоить вас в столь поздний час. Печать будет готова уже завтра. Покойной ночи. Не надо нам покойной ночи, говори спокойной. Так, политические дебаты, подготовка к завтрашнему слушанию. Все будут недовольны. Политические дебаты, игры с детьми. Демонстрации. Блин, я не знаю. Моему младшенькому нравится абсолютно все. Демонстрации. Ну, жена обидится. Концерт для скрипки. Дед меня будет не любить. Ну ладно. Играем на скрипке. Деду не нравится скрипка. Влияние на репутацию. А малому все заходит. Что бы малой ни делал, всегда рад, всегда веселиться. И на этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Слушание прошло успешно. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. Удачи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok